Анна Розе. Может ли в России появиться оппозиция, которая стала бы просто слепком существующего режима, но с другим знаком? Как это происходит сейчас? Что надо сделать, чтобы сознательность общества стала выше, чем знаменатель пропаганды? Ну, для этого надо, чтобы остановилась пропагандистская кампания, потому что в условиях пропаганды формируется не общественное мнение, а формируется мнение, отраженное, повторяющее пропагандистскую кампанию. Слепок существующего режима, но с другим знаком. Ну, вот у меня было очень много споров в свое время с Александром Ивановым, Сан Саныч Иванов, известный сатирик, юморист, который был членом партии экономической свободы. Мы дружили, очень часто встречались. У него была идея такого, ну, не только у него, но и у него, такого русского пиночета, диктатора, который твердой рукой повел бы Россию в демократии. В некотором смысле это совпадало с идеями, кстати говоря, Валерия Ильинична, которая призывала Ельцина после 1993 года ввести на несколько лет президентское правление, чтобы привести в порядок сознание, так сказать, граждан России. Ельцин не решился на такой шаг. Ну, может быть, это вы имеете в виду, когда говорите о существующем режиме, но с обратным знаком. То есть режим авторитарный, режим диктаторский, но который восстанавливает, формирует демократическое общество, подготавливает страну к демократии. Ну, маловероятный сценарий, потому что любой лидер, и Путин хороший пример, любой лидер авторитарную власть превращает просто, ну, в такую частную собственность. Как это Путин сделал? Он же пришел под очень правильными лозунгами борьба за справедливость, борьба с олигархами, которые наживались на бедности населения, борьба, которая была во времена Ельцнаши, там, 10, что ли, 8 человек. А теперь 86, вот, у которого были идеи борьбы с коррупцией, были идеи допуска западного капитала на российский рынок. Во времена Ельцина это была серьезная проблема. А внутренние силы, такие национально ориентированные, препятствовали приходу капитала западного в Россию. Вот. Я не очень понимаю, что значит слепок существующего режима с другим знаком. Может быть, вы имели что-нибудь в виду другое. А существующий режим с другим знаком, мне кажется, это такая маловероятная, невозможная абстракция. В свое время меня очень удивляло то, что вот советские режимы, коммунистические режимы в разных странах воспроизводят одну и ту же модель. То есть, вне зависимости от того, сотрудничает ли страна с Советским Союзом, там, или наоборот, находится в состоянии конфронтации, там, когда-то Китай или когда-то Югославия, она воспроизводит одну и ту же модель. Это вот та генетическая спираль, которая закладывается при формировании коммунистического режима. Он может конфликтовать с Советским Союзом, может дружить, может казаться другим, вот как Куба. В свое время, когда во времена оттепеля я задавал на занятиях по истории партии нашему лектору вопрос, а вот почему это воспроизводится всегда. Он мне приводил пример Кубу, говорил, вот, пожалуйста, так сказать, коммунистическая демократия, настоящая. Но потом и она превратилась в жесткий авторитарный режим с теми же установками, с теми же принципами. Возможно, и здесь тоже вот такой имитационно-рыночный или корпоративный режим, его по-разному называют. В его основе лежит, ну, некая генетика, которая будет репродуцироваться, повторяться всегда и везде, вне зависимости там желаний или первоначальных установок. Ее надо разрушать. Ну, вот так же, как с коммунистическим режимом произошло. Он исчез, и во многих странах он исчез, и исчезло его воспроизводство. Ну, там Куба еще есть, еще есть Китай, еще есть Северная Корея. Ну, это все-таки такие островки. Было время, когда островками были страны, в которых развивается такого западного типа демократия. Вот сейчас ситуация изменилась, возможно, к лучшему. Вот, но воспроизводство вот этого авторитарного режима, оно такого постсоветского, имперского, оно, кстати говоря, требует исследований. Я вот недавно выступал в Европарламенте на ослушаниях, я говорил о том, что и пропагандистская кампания, и сегодняшний режим, который частично советский, частично националистический, частично кричневатый, он требует исследования. Человечеству надо понять, как это произошло и как это функционирует, для того, чтобы не повторять этих ошибок.